Благовещенцам сюда вход воспрещен, но это временно. Лестница ведет на чердак, где в скором времени появится уникальная экспозиция. Музейный чердак остался нетронутым. Там все, как и было сто лет назад, во времена Кунста и Альберса. На рубеже веков в здании музея находился большой торговый дом Кунст и Альберс. Его назвали в честь основателей магазина немцев по происхождению. Обоих звали Густавами. На Дальний Восток они поставляли абсолютно все. От булавок до сельхозмашин. О торговой фирме сейчас напоминает лишь табличка на фасаде. Здание частично утратило исторический облик, а вот чердак сохранился в первозданном виде. Во времена Кунста и Альберса этот чердак не использовался. Однако здесь в 1910 году случился пожар, и некоторые стены до сих пор об этом помнят. Через всю страну из Германии сюда везли вот это металлическое перекрытие, и вот оно до сих пор здесь стоит. Металлическая дверь с массивными петлями кровля напоминает днище перевернутого кораблям, а башенки демонстрируют историческую кладку. Пока это все облюбовали только голуби. Вот на этой стене разместят огромную старинную фотографию улицы Большой, ныне это Ленина, чтобы создать колорит старинного Благовещенска, дореволюционного. И чтобы почувствовать контраст, можно будет выйти вот в эту башенку. Там создадут смотровую. Площадка как раз будет выходить на улицу Ленина. Посреди комнаты установят макет торгового дома Кунст и Альберс. Воссоздадут торговые ряды, будут транслировать ретрофильмы, показывать фотографии и открытки с видами города начала 20 века. А еще поставят старый телефон. Сняв трубку, человек сможет прослушать историческую справку о здании музея и раритетах. Например, об этом флюгере. Его нашли при уборке чердака. Раньше на фасаде здания и на флюгерах красовались монограммы К и А. Кунст и Альберс. Если мы сейчас посмотрим на наши флюгеры, которые на здании установлены, мы эти контуры не увидим. А вот здесь мы видим букву К, фрагмент этой буквы и букву А. Один раз нашли паспорт дореволюционный. То фотопленку с изображением партизана морских, было такое тоже. Ну, она не входила в фонды музея. Откуда она здесь? Можно только предполагать. Один раз здесь был найден даже человеческий череп. Проект «Чердачные истории» Елена Иванова разработала февральем. Уже две недели здесь убирает вековую пыль. Помогать приходят школьники и студенты. Я пришла, чтобы сделать вклад в развитие города, чтобы помочь развитию музея. Просто, чтобы подышать старину и увидеть ее. Интерактивную экспозицию разместят на площади почти 700 квадратов. И это всего лишь четвертая часть чердака. Чтобы воплотить идею в жизнь, музей подал заявку на конкурс Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». Проект прошел в полуфинал. Если музей выиграет грант, получит полтора миллиона рублей. Если не выиграет, сотрудники все равно постараются облагородить чердак. История должна получить продолжение. Наталья Погодаева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.